Всем привет! Это программа Точка Ру. С вами Юлия Черняева. И сегодня я вновь расскажу о том, чем жила Всемирная Сеть всю минувшую неделю. Обновляемся! Сегодня в программе «Наука 0+, как в Самаре проходил фестиваль науки». Инстаграм отмечает седьмой день рождения. А МЧС завело в телеграмм бота-спасателя. Что делать, если кот сломал собаку? Все это и многое другое прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хромакей – площадка телепортация, галактика чудес, интерактивная химическая лаборатория, выставка-лаборатория робототехника для детей и интерактивная игра за штурвалом самолета, музеи авиации и космонавтики. Именно около этих площадок постоянно собиралась толпа гостей. Мы представляем площадку Хромакей, которую ведут студенты кафедры теории и истории журналистики Самарского университета. Здесь мы можем телепортировать гостей нашей площадки в мультфильм. Например, очень много детей у нас танцевали вместе с героями мультфильма «Мадагаскар». А ребята, которые постарше, могут провести прогноз погоды. То есть влиться в роль журналиста телевизионного, человека, который рассказывает о прогнозе погоды. И вот мы снимаем, потом монтируем и отправляем потом ребятам на почту. В этом году для гостей работало 60 площадок, и это удивительное событие для нашего региона. В фестивале науки я представляю чисто свое изобретение – тренажер-экзаменатор. Этот прибор поможет вам подготовиться к абсолютно любому тесту. К абсолютно любому. По физике, по химии, по русскому языку, по литературе, по обществознанию, по экологии. Бесконечные варианты. Все основывается на ручном программировании. То есть мы можем спокойно задать любой вариант ответа, и это будет отмечено зеленым крабиком. Также в мою цепь входит реле. Реле перебрасывает нас с одной цепи на другую. То есть если мы замыкаем вот эти два контакта, реле перебрасывает нас на зеленую лампочку. То есть на правильный ответ. Если у нас тут не замыкается, реле перебрасывает нас на красную лампочку с счетчиком. Значит, это неправильный ответ. Я первый раз пришел на эту выставку, и мне очень сильно понравилось здесь. Есть много интересных аттракционов. Есть много очень интересных экспонатов. Например, кинетический песок. Также есть много проектов на твою психику. Приходите сюда, вам точно понравится. Яндекс.Карты прогулялись по Самаре и выяснили, что всего в нашем городе 1347 улиц. Они длиннее, чем в других крупных городах. В среднем – 832 метра. Общая протяженность – 1100 километров. Самая длинная улица Самары, согласно Яндекс.Картам, Московское шоссе. Его длина – 17,5 километров. 234 улицы носят названия, которые встречаются только в Самаре. Наш город единственный, где есть Румяный переулок и Богатырский тупик, улица Мяги и Отлогий переулок. Есть даже улицы Собачья и Малофонтанная. И это уникальные названия, которые больше нигде не встречаются. 10 названий улиц можно найти в каждом регионе России – от Камчатки до Адыгеи. Половина из них имеют советское происхождение – Комсомольское, Ленино, Октябрьское, Первомайское, Советское. Остальные в основном связаны с местоположением – Береговая, Центральная, Школьная, Южная и Набережная. Инстаграм празднует свой семилетний юбилей. Вслушайтесь в эти цифры. Почти полтора миллиарда человек ежедневно пользуются этой социальной сетью. Бесплатное приложение обмена фотографиями появилось 6 октября 2010 года. И теперь аккаунты есть практически у каждого третьего жителя нашей планеты. А если говорить про знаменитости, то они и вовсе не представляют свою жизнь без ежедневных постов. Ну, собственно, и сама страничка в Инстаграм давно перестала быть развлечением. Сегодня это дополнительный источник рекламы, заработка и, как следствие, популярности. Кстати, самые раскрученные на планете знаменитости в Инстаграм – это певица Бейонсе и светская львица Ким Карадашьян. У них 107 и 103 миллиона подписчиков, соответственно. У российского Инстаграма дела идут не так хорошо, да и популярность звезд здесь весьма сомнительна. На первом месте телеведущая Ольга Бузова, на втором – рэпер Тимати, на третьем еще одна телеведущая – Ксения Бородина. В топ-10 также вошли модель Ирина Шейк, комик Павел Воля, актриса Анастасия Самбурская, певица Вера Брежнева и бывший КВНщик Михаил Галустян. Ну, а если вы хотите стать немного ближе к нам, подписывайтесь на Инстаграм-телеканал Самара Гиз и будьте в курсе всех последних событий. МЧС России запустила в мессенджере Телеграм бота-спасателя, который подробно инструктирует, как же вести себя при любой природной и техногенной чрезвычайной ситуации, а также в быту. Всего описано 32 сценария поведения от утечки газа и пожара до землетрясения и даже цунами. Для того, чтобы бот заработал в мессенджере Телеграм, достаточно набрать в строке поиска МЧС, нижнее подчеркивание, бот. На экране мобильного устройства появится интерактивное меню, очень понятное и доступное. Все инструкции, которые дает мобильный спасатель, основаны на рекомендациях спасателей МЧС России. Что делать, если кот сломал собаку? Да ничего, смотреть, что из этого вышло и ставить лайки. Кошка случайно включила турбокнопку. Именно так подписано данное видео. Кстати, если вы стали очевидцем чего-то необычного или смешного, присылайте нам свое видео. Дети, кошки, собаки, соседи, а также любые интересные истории из вашей жизни. Ждем на почту. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группа ВКонтакте, фейсбук.